Пигматит это важная горная порода, тоже магматическая, которая предположительно впервые возникла именно примерно когда возник гранит, потому что они связаны, у них сходный химический состав и они где-то рядом встречаются. Но пигматит, если гранит у нас вообще покрывают просто все континенты, пигматит это жилы, то есть он встречается довольно редко. Это жилы, которые примерно 3-5 километров в длину и мощностью до нескольких сотен метров. И они более поздние, это завершающая стадия кристаллизации интрузивов различных. Как правило они тоже кислые, как и гранит. Наблюдаются они давно, используются они давно тоже во всяком строительстве. Термин сам пигматит 1801 год ввели и первоначально пигматитом изображали так называемый письменный гранит, он же еврейский камень, это красивый камень, в котором такие узоры образуют кварц. И он часто используется для украшения именно. Потом позднее обнаружили, что есть другие виды пигматита аналогичного состава, поэтому в настоящее время пигматит определяется по-другому. Основные группы пигматитов это вот гранитные пигматиты, которые рядом с гранитом. Также обнаружили некоторые отдельные пигматиты, которые не только в граните, щелочные, но тоже они как правило происходят в результате расплава гранита. Так считается основные пигматиты, ультра основные пигматиты, все равно, то есть они генетически восходят к гранит, возникает, потом он переплавляется и получается пигматит. У гранитных пигматитов высокая кислотность, более 75%. Цвет из-за того, что там много шпата розовый и красноватый, как и положено шпату, это значит, что там много алюминия. И все они имеют зернистую структуру, то есть имеются группы зернистые, в особенности зерна кварца. И кварц, поскольку отличается по цвету резко кварца, такой сероватый, а пигматит красноватый. Вот этот характерный узор, этот шпат красноватый, все вместе будет пигматит. То есть вот раствор кварца в шпате, причем кварц там структурированные зерна красивые, это вот будет пигматит у нас. Это четко видно, и поэтому вот он используется часто для украшения. Текстура у него есть, пласты там и так далее. Отличия от гранита, несмотря на то, что принципиально гранит тоже состоит из шпата и кварца, серьезные. Вот она табличка из польской википедии, только нашел таблицу внятную. Из нее очевидно, что в общем-то оксиды те же, да, примерно те же, а вот содержание элементов огромное, во много раз больше. Именно в пигматите, чем в граните. На практике это означает, что там в этот расплав кварца и шпата вкраплены еще всевозможные минералы, которые содержат, допустим, фтор, бериллий, там допустим таких, топаз, турмалин, берил, литиевые слюды. Вольфрам там может быть, олова там может быть и так далее. То есть это вот такой гранит, сильно обогащенный еще минералами, в которых есть разные нужные нам элементы. Но перечислять можно очень долго. Я не знаю, я, наверное, не смогу все минералы, а то я буду только по минералогии читать, только наиболее такие важные какие-то еще минералы, может быть я позже еще расскажу о них. Месторождение пигматита в основном Бразилия, Норвегия, Швеция, Карелия, довольно много в Казахстане, в Сибири, Иркутская область, на Урале, Эльменские горы есть в Украине. И в Иркутской области, на Урале, довольно много вот этого письменного гранита. Он еще называется еврейский камень, который наиболее дорогой и наиболее такой интересный, красивый. В основном используется он так же как гранит, то есть как строительный камень. Но также это важный источник полевых шпатов, которые потом используются в производстве стекла, керамики и так далее. Как-то я попробую с этим позднее технологию вязать, потому что все равно все это важная часть нашей жизни, надо как-то изложить химические технологии, ну может быть попозже. Естественно это источник всяческих редких металлов, литий, тантал, бериллий, цезий, рубидий, олова, ниобий, много. Там могут в принципе из него выколупывать драгоценные камни, грубо говоря, то есть какие-то минералы, которые потом при определенной обработке будут как драгоценности, то есть в пигматите может быть. Ну и так же, как я уже говорил, письменный гранит, он же еврейский камень, очень красивый, используется вот как узор при различных там полировках, для украшения и так далее, разных строительных конструкций.